В среду правительство Филиппина объяснило, почему в территориальных водах страны находится новейшая подводная лодка США. Министр иностранных дел Альберд Эль Розарио сказал, что это плановый заход под лодки в порт. Он также добавил, что у его страны имеется длительная история тесных взаимоотношений с Соединёнными Штатами. «У нас есть стратегическое партнёрство, у нас есть договорный альянс, и наш фундамент, наши отношения очень прочные. Нам необходимо защищать то, что принадлежит нам. Конечно, нужно искать способы решить противоречия мирно, но нужно также защищать своё». Напомним, что 13 мая у берегов филиппинского острова Лусон появилась подводная лодка США. Она остановилась в заливе Субик-Бэй, находящемся недалеко от спорного рифа Скарбора в Южно-Китайском море, на который претендуют как Филиппины, так и Китай. Как сообщили ВМС Филиппин, подлодка США пробудет в порту страны две недели. За последние годы напряжённость вокруг спорных территорий постоянно нарастала. О своих правах на острова и рифы Южно-Китайского моря, богатые природными ресурсами и морепродуктами, заявляют сразу несколько стран. Среди них – Филиппины, Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Тайвань.